здравствуйте отмечаете день отца не слышно видно вам у меня все хорошо отмечаете отмечаем конечно что вам подарили дети нет у меня нету я своему отцу позвонил по желанию всего хорошего где ваш отец живет в каком каком штате отлично красивый штат с хорошей природой с красивыми деревьями горы прекрасное местечко очень красиво нет давно там живете давно ну вот в 90-х более 30 лет в Канасии уже сколько там 8-9 лет ну это вас родители перевезли наверное да ну да отец перевез мне когда еще мальчишка был из Советского Союза понятно то есть очевидно что вы были еще не сильно в сознательном возрасте если 30 лет назад вас перевезли ну вы живете 30 лет почему я даже помню день когда я родился я понимаю но допустим 8 или 10 лет вы не могли бы сами на самолете прилететь в США просто вас бы никто не пустил ну да меня привезли но я еще был в сознательном возрасте я наблюдал свой ближайший мир ну хорошо я правильно выразилась не в плане что сознательном а в плане что вы еще ребенком были и вас бы самому не отправили бы да то есть вы сами бы не поехали не смогли бы сами перелететь ну вот я это и понимаю что переехали не вы сами а родители вас привезли вот я что имею ввиду отец перевез в семье ну понятно а что по еврейской программе или по религиозной по какой вы в то время переезжали из советского союза либо по еврейской либо по религиозной вы по какой и не по другой мы переехали по медицинской причине там брату не знала медицинская помощь операция нужна была в то время в советском союзе там были экономические различные неполадки и нельзя было операцию в то время в советском союзе в начале 90 осуществить но вы знаете в то время визы по медицинским причинам не давали в америку я просто жила в советском союзе какая виза у вас была? что за виза? медицинская какая-то виза или просто туристическая или что? мы же должны были по какой-то программе переехать как я понимаю это была медицинская виза но с той же самой я виза маленьким мальчишкой для меня самое главное было что в моем маленьком чемоданчике чемоданчики были мои игрушки все собраны ну понятно а насчет визы в то время я еще так детально не интересовался ну вы интересуетесь у родителей как они вас перевезли просто я жила в то время в советском союзе в 90-е и уезжали у нас все все люди уезжали по двум визам а еврейская программа б религиозная по другим вариантам не выпускали и не впускали ни по каким визам медицинским такого не существовало чтобы кто бы не валил вас отправили бы лечить в США то есть там какая-то была своя программа я могу сказать как я выехал из советского союза в то время у меня был свой маленький чемоданчик на колесиках мне дежонок воды в руке у меня моя игрушка не движена как в другой руке советский паспорт вот так я и сел в самолеты и мы переехали ну поинтересуйтесь у родителей по какой программе они переехали я вас уверяю как бы там никто вас не болел просто так бы вы лечиться бы в США не поехали никто бы вас не выпустил ну я же вам сказал что по медицинской визе да нет такой визы ну потому что нет такой визы поэтому мне не то что не понравилось просто такой визы нет и по такой визе никто не мог приехать может быть если это была не виза но может быть какое-то разрешение я знаю что было добиться разрешения было очень затруднительно и и добиваться там эти сходил в власти добивался и ничего чего-то добился ну вот вы уже 30 лет в Америке вы типа того не знаете по какой вы точно визе приехали но то что это не медицинская такой визы просто и не существовало раньше и ее сейчас не существует то есть зайдите на любой сайт посмотрите какие визы есть гостевая есть грин карта есть еврейская программа есть вот это вот которую я до этого назвала уже сама я прошел вот этот вот кастинг как это говорится контроль в аэропорту у меня был мой самый любимый медвежонок да мы уже про медвежонка у меня вопрос был по какой визе вы смогли приехать девяностые и вы мне рассказываете про медицинскую визу которая не существует в природе я была я жила в то время в Советском Союзе я была на сайте консульства СССР да вы не словили в сути много ответа почему вот именно про медвежонка я вам повторяю потому что я на то время был таким юным маленьким мальчишкой ребенком что меня не ответствовало что там за виза какая виза я знаю что у меня был советский паспорт медвежонок и чемодать это для меня было понимаете осознанные факты в то время я вот так прошелся на самолет и вы при полите понятно и вам вы 30 лет вам уже сколько вам было 4 года допустим 8 сколько вам было плюс 30 лет вы уже в США живете и вы до сих пор не знаете по какой программе вы попали в Америку из Советского Союза я не знаю по какой причине может это была неофициальная виза вы понимаете что в жизни никогда не бывает черного и белого и даже если вы говорите официально не были медицинские визы в то время это не значит что люди некоторые не могли добиться каких-то причин разрешения по медицинским причинам это все вы представляете вы получили медицинскую визу виза это не вид на жительство виза это просто виза для временного посещения вот вы приехали решили свои там проблемы здоровительные операцию сделали или что-то вы должны вернуться чтобы вы тут остались вы должны были грин карту либо по еврейской программе как беженцы подать а по медицинской визе вы не остались в США а ну мы не остались по медицинской мы сперва выехали по медицинским причинам вот брату мне не лично брату медицинское внимание требовалось а а пока мой брат воздоравливался в больнице в то время отец смог найти себе и по причине работы это была причина чтобы остаться подольше и пока он не работал пока он мог показать там иммиграционным каким-то органам что он работает и зарабатывает деньги классные специальности его все семьи разрешили остаться еще подольше и так получилось что когда тут все заканчивается в то время потом уже отец попадал на грин карты или на грин карты на себе и своей семье просто мы тогда выясняем что вы приехали не по еврейской программе почему потому что ну я хочу знать вы имеете отношение к еврейским комьюнити здесь или нет пожалуйста прощу здесь еврей и еврейская программа я не знаю что 99 процентов людей которые находятся в сша и приехали в 90-х годах они приехали сюда по еврейской программе либо по религиозной это это вы какое-то исключение которое вдруг оказалось по какой-то медицинской визе которую я никогда не слышала а в основном приезжают люди по еврейским программам они показывают что они какие-то там евреи которые обижаются такой маленький секрет давайте говорите мне секрет секрет что говорите что за секрет вот такой вот секретик маленький вот люди которые проживали вот такие времена 90-х в советском союзе многие такие люди многие такие идеи они были очень такие знаете очень такие комитивные такие творческие люди которые очень быстро учились как отец отец его родители и такие люди и по другим причинам у меня какое-то исключение которое первый раз за свои 30 лет жизни почти что в США я первый раз встречаю кто-то по жизни пропал так попытаемся если он сможет вы из какой как бы категории русскоязычных ну я родился на земле как человек перед тем как мне потом пытались приписать различные бумажные паспорта или парады или рас или раз я рада что вы не как животное родились это как бы очевидно судя по вам глядя на массе я как бы уже сделала заключение что вы человеком родились вопрос теперь вы какой категории человеком родились в каком каком относитесь к какому отряду человекоподобных человекоподобных я отношусь к отряду человекоподобных которые не выписывают себя каким-то там родом на этносом или раз вы гермафродит что ли у вас не полный рода не национальный вы мужчина человек знаете когда человек рождается вы уже горячи и теплее да вы уже мужчина вы не просто уже человек вы уже мужчина уже куда-то движемся я когда человек рождается он ступает ступлю на землю как человек и перед тем как минут на бумажных документах приписали там какой-то там этносы расу или национальность начинает воспитываться в среде определенных людей впитывает в себя все вот эти вот посылы религиозные либо культурные либо традиционные какого-то определенного подвида человекоподобных да человекоподобных вот да и те люди которые выходят я могу уточнить свой ответ давайте я человек который я человек который не пытается статным обышлением а пытается думать свою ум собственно вопрос простой вы еврей или не еврей вот вот так вот просто да или нет вы еврей или не вы можете как бы знать про себя что вы евреи я не еврей вы знаете вы осознаете себя что вы негр или вы не негр я не еврей так вы не негр ну вот это все что я хотела узнать что вы не еврей то есть это уже другая категория людей которые не евреи то есть уже можно с вами разговаривать про другие совсем вещи но вы выросли в США то есть вы либерал да нет и не либерал нет потому что либералы обычно не отрицают там пол национальность человек мира зеленая планета вот это все либеральные обычно такие вот как бы идея у них у вас нет я не либерал я у меня наше терпение к либералам WE , не могу нет но vat быть хорошо у вас лично свое мышление консервативное или либеральное ваше личное мышление может быть свои собственные какие-то принципы человек вселенной есть там какие-то альфа-центавры живут а вывод землянин я поняла то есть вы такой вот человека вселенной на этой планете если вы весь человек такой вселенной а тут раз и такие земные ценности обычные на национальности на рода на государство как вам наверно тяжело и таких в своем стадии очень часто их сталкивают против друг друга которые постоянно воюет с кем-нибудь и постоянно кого-нибудь сталкивает тогда между собой это именно та страна которая затеяла больше всего конфликтов в мире сталкиваются да вот завтра вас призовут идти воевать за израиль например или на украину потому что конгресс только что принял закон который сейчас идет в сенат всех с 18 до 26 лет автоматически в драфтинг автоматически ну я не знаю вы у них спросите но вы-то мужчина вот вас отправят и что вы скажете нет я это знаете как я на украине видела там стоят эти как их хали хали хришна вот эти хришна и ты стоят в одеждах в оранжевых там лысые они хали хришна пришли к ним с этого цека вот эти которые на в армию отправляют собрали их забрали и отправили прямо в их ризах вот этих вот и отправили их сказали не плевать нам на то что вы тут хали хришна вы не верите не во а у вас какой-то физический вечер какой-то или недостаток физически ну вот они сейчас делают призыв драфтинг автоматически то есть вас не будет отвода вас если сделают драфт и вас вытащат ваше имя вас отправят ну сперва женщина мобилизирует а потом я еще подумаю только мужчин а вы понимаете закон когда вышел он вышел вы можете пойти поспорить выйдите конгрессу с плакатиком возмутитесь они вышли 6 января возмутились уже три года в тюрьме сидят да ну а если если какие-то цикансники или какие-то кто там еще военные приведут меня насильно забирать какую-то мобилизацию я как минимум два или больше этих военкоматчиков вместе с собой заберу на другой сверху ну то есть вы все-таки агрессивный я не агрессивный это военкоматчики агрессивные а я буду защищаться не уйти воевать против другого от упевшего старого стада людей я не пойму ну ну крыльинцы тоже не хотят а их вот берут и тащат насильно пакуют ну у них есть полная трава просто использовать метальную силу и убивать этих военкоматчиков и чем больше тема цены сша это такая агрессивная страна которая вот постоянно развязывает конфликты тут или там либо стравливает тоже людей а если они не хотят идти то их вот утра делают автоматический драфтинг понимаете то есть тебе 18 стукнуло тебе автоматически записывают в драфтинг хочешь ты или не хочешь вы знаете самое интересное про этот закон который в сенате вот выписали на этой неделе они конгресс пропустили а в сенат только провела а женщина сенаторша из полной коллекции к штат а кто? фамилию которая сенат уже если же в какой армии и не встал в своей жизни не было какого-либо там обязательства военного служения с другим а что вы думаете по поводу таких трансгендеров которые скажут а мы женщины то есть их призывут как мужчины они такие а я а я себя ассифицирую как женщина потому что я считаю что эта женщина должна обязаться только к женщин идти воевать в закопах насмерть а мужчина она не имеет никакого права трогаться или мужчинам что-то указывать я с вами согласна но вы видите что они будут делать то что они считают нужным они считают нужным отправить мужчин воевать потому что ну скажем так чем больше хорошего качества мужчин погибнет тем лучше будут управлять оставшимся этим отходами не ликвидом да вот поэтому им то хочется чтобы лучшего мужчина качества раньше помните как они там такой враг они там наши эти небоскребы взорвали все патриоты вскочили побежали вот этих патриотов выкосили да остается там такое вот это там трансгендеры не трансгендеры ЛГБТ не ЛГБТ там непонятно что остается а этих отправляют сейчас люди-то поумнели не хотят идти так они теперь видите автоматически хотят драфтинг этот устроить да но вот видите у вас есть выход в Америке вообще прекрасно тут же демократия вы раз и скажете а я трансгендер я идентифицирую себя 15-летней девочкой я так делать не буду да я так делать не буду не будете вы просто будете агрессивно отбиваться я просто буду использовать человеческое право на самозащиту тех военкоматчиков которые придут естественно меня нобилизировать но чем больше тем лучше из них просто отправлю на другой семье и в процессе так чтобы потерять свою жизнь это намного лучше чем под страхом и насилием каких-то там военкоматчиков снять на топе под головами пушками смотрите видите у вас в Америке там нам проще у нас оружие у всех есть поэтому поэтому конечно как говорится умрете захватив с собой там кого-нибудь а на Украине вон им деваться некуда понимаете там пятеро их приходит крутят одного у него ни оружия никакого ничего нет поэтому они легко выкручивают они всегда могут спокойно с собой носить то ли топорик то ли болоток то ли охотничьему и вместе с собой ну конечно не нужно и таким как бы ну конечно например в городе Отече вон пократчики или как там их называют поцикассники уже были насильно затолкали одного в Одессе в воде Отечественном отвозить а он там когда его затолкали вен сами усилия в машине он вытащил нож из всех трех военкоматчиков зарезал на смерть выбежал обратно и убежал я бы не слышала интересная история дальше еще были случаи в Харкере где одного сына коммунизировали одного сына и выбрался в области военкоматчиков и зашли власти так что это правило если некоторые люди защищаются правильно ну такая печальная тема а что веселенького у вас вы в каком штате живете? так же очень много машин у них машины там дела различные они все их машины с расторонными шинами не нужны а у них даже получается что у них дома с вами и у них у них больше средства по другим первых людей с первого машины надо запустить но тем не менее видите как бы мы видим пока что видео о том что все-таки затаскивают и как там не отбиваются и как они там не убегают а все равно затаскивают и отправляют да у нас это не правительство люди не будут снимать видео как они прокалывают шумную ланкоматику или пускать и люди даже зарезают и убиваются ланкоматики вот это кто будет это никто не будет это видео понимаете нет я согласна конечно я видела видео то что машины горят что они там подожгли кому-то это цкшниками каким-то машиной они были ну горели синим пламенем да то есть вот это видели потом уже говорят что покушение были там на каких-то там вот таких-то цкшниках то тут то там вот а вот это в случае то что там он троих это самое порешил убежал я не знаю видео этого нет есть просто я просто открыто уголовное дело что вот при военкоматчике были зарезаны на слегка взрыв мобилизов сам который это сделал убежал и освободил других мобилизированиях которые были повязаны на литературе это москоп это микроактобус понятно ну раз мы заговорили уже про это про украинские события вот как вы относитесь к тому что наше правительство туда бесконечно какие-то бесконечные количества денег отправляет и отправляет какое ваше мнение по этому поводу ну эти темы это как-то это так как они отправляют это одни деньги а отмывают обратно с них в кармане понятно понятно они вроде как в Украине они должны возвращаться в промышленных комплексах а собственники этих промышленных комплексов штампируют ракеты они часть этих политикам которые отменили отменили а большая доля этих денег не остается они обратно возвращаются это просто способ кражи тех и тех ных денег налогоплательщиков в Соединенных Штатах а то что украинцы за это умирают и проливают свой кровь ну это хороший способ и быстро это будет больше денег ничего личного только бизнес деньги украинской украинской и украинской понятно но нам то от этого тоже тут не легче вижу что-то отражаться как-то на экономике вроде как если эти деньги обращаются военно военный комплекс тем не менее мы наблюдаем огромное сокращение рабочих мест и вообще как бы уровень жизни падает и вроде как и обещают что еще сильнее будет падать то как бы что делать чтобы это что к чему вообще все это идет сколько хотим от этого то наша жизнь видно что не улучшается которые ранее планировались на ремонт наших дорог построения школами госпиталин вместо дороги госпиталин вместо дороги госпиталин отстамповали большая количество просто снарядов выборы будут ноябре что что вы думаете по поводу сша я не говорю что там конфликт украина и там что там стране мне интересно что тут будет вот ваше мнение какое и в этот раз зависли та же самая история мне вот этот собеседник уже второй раз виснет я с ним днем разговаривала и он завис и сейчас он тоже зависнет и наверное сделаю видимо из двух частей и наверное будет третья часть если мы с ним снова законнектимся ну все слетела у меня короче интернет сваливается вот почему-то когда я именно с вами разговариваю у меня сваливается интернет у меня спутниковый я в горах сижу интернет спутниковый но такой фиговый мало того что скорость низкая еще как только он уходит куда-то в сторону либо там за дерево не знаю сигнал не проходит и тут ну надо радоваться что знаете как говорится вообще хоть какой-то интернет есть потому что ну горы сигнала телефона сотового вообще нету поэтому рада тому что есть но до этого разговаривала с мужчиной целый час нормально с вами три раза разговаривали по поводу того что вы сказали по моему что трампу не дадут дойти до выборов я так поняла если если не убьют так и риторика немножко изменится но суть и смысл вот это биополитических действий останется приездным угу потому что военно-промышленный комплекс правы страной они приезжают блэк-рок как насчет федеральный резервный фонд они что ни при чем нет военно-промышленный комплекс является частью блэк-рока потому что блэк-рок владеет все включая всеми этими боингами лохин-мартинами ретионами и так далее они собственность собственность блэк-рока то есть не не военные владеют блэк-роком а блэк-рок владеет военными так же как он владеет и пищевой промышленностью и землей и фермами и ранчами и всем остальным так что дальше что мы будем делать что дальше ну дальше я считаю что надо мобилизовать всех женщин и достать их в окопу а что у нас уже война идет я поняла что вас феминистки видно достали по полной программе но я вас уверяю не все феминистки особенно в русскоязычной среде феминисток вы ну вряд ли найдете да то есть как бы мы за разделение обязанностей ну я думаю что феминизм воспитали капиталисты искусственно потому что им было выгодно чтобы больше людей выходило на работу и чтоб семья разрушилась поэтому они приучили этих бедных женщин после после войны идти на работу про и была пропаганда что это тук прям замечательно что им очень надо туда пойти вот они их убедили женщины поддались пошли а теперь вон а а в глубинному государству всегда будет давать женщинам право на голосование поскольку они очень четко понимают что если женщинам дать право на голосование то женщины как голосующий блок всегда закономерно будет голосовать за то что центрального государства будет больше и больше сил именно на население но не только женщины а также цветные меньшинства и вся вот эта шушера они точно так же голосуют и точно они же не зря либералы хотят дать этот возраст голосования до 16 снизить то есть чем тупее человек и чем меньше у него мозгов тем лучше пусть голосуют знаете что я прочитала в твиттере в американском что этот байден дает амнистию кучу нелегальных которые прошли через границу им дают амнистию в нью-йорке выдают оказывается бюллетени уже этим нелегалам выдают бюллетени на голосование это сейчас тренд в твиттере номер один тренд потому что илон маск ответил на этот тренд вот типа вау вот на этот твиттер где этот выдают уже бюллетени в сорока девяти штатах выдают бюллетени нелегальным иммигрантам на голосование это это высыл бловер сообщил и пост дошел до маска маск ответил на него теперь это тренд номер один все читают и что дальше делать как будто мы и так не знали что все покойники должны были голосовать теперь будут голосовать нелегалы которые запустили ну то есть женщина это уже будет меньшинство по сравнению с тем что кому они еще дают права голосовать ну то есть не есть выхода уже никакого понимаете вот тут уже даже если вы все вместе с логопатичниками да то есть они к сожалению они всегда будут голосовать в одном блоге с логопатичниками не более того более того помните кто раньше вообще имел право голосовать в сша только владельцы земли вот то есть у тебя есть земля то ты имеешь право ты должен быть мужчиной и у тебя должна была быть земля откуда пошло без земли когда вот была вот эта гражданская война освободили черных и их запустили голосовать их допустили это были первые беземельные люди которые начали голосовать потом они начали возраст снижать голосование с 21 года до 18 теперь они хотят до 16 женщин допустили я не помню какую первых жен Greek точных они тяж Я помню, читал литературу, исторические литературы, я помню, я очень заметил, что финистки очень сильно обидели и обваживались против мужчин, белых, именно потому, что, ну, как сказать, белых мужчин, это не мужчины были, это просто были те, которые плавались. Они очень сильно обидели, что именно черным дали право на голос, не редко, и это воспринимали как очень долго в этом несправдивении. Они считали, что первые права были черными. Ну, то есть они как бы, вся система, вся страна пошла в разнос, потому что начали давать право голоса всем, кому не попадя, да? То есть, одним дали, потом другим, потом третьим. Теперь, первый раз во время Байдена, насколько я понимаю, уже голосовали все кладбища страны. Потом еще дали право на голосование руководителей. А, да, да. То, что мы дошли до ручки, это уже понятно. А выход-то какой? Или есть ли он вообще? То есть, то, что Трампа могут... То, что Трамп может не дожить, я с вами согласна. Об этом многие говорят. Алекс Джонс говорил про то, что Трампа могут убрать. Вон, Симпсоны показали Трампа вообще в гробу. Я считаю, что выход с моей стороны, выход такой, что вот, пусть равноправные ЛГБТшники, негры, нервные с женщинами, путь, 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 путь и выстаивать свободу. Я с вами согласна, но дело в том, что они-то будут драфтить нормальных, как раз-таки, мужчин, которые в форме, да. Я читала статистику, 75% американских мужчин, они не в форме, вообще не в форме. А вот в шейп, чтобы идти делать любую военную. Почему драфтинг-то они тут привели? Потому что провалены все призывные кампании, все провалены. Никто не призывается. Перестали любить мужчин, они не обещают, но никто не идет туда больше. Потому что большинство мужчин, даже американцы, которые вообще идут в Соединенных Штатах, между 18 и 18 тысяч лет выпуска, уже, в многих уже наблюдается, где объект. Так, провели соседние личные там неполадки. Ну так неудивительно, если такую еду есть, которая отрава сплошная, конечно, что удивительного. Да еще вон они там наширяли всех подряд, сколько там уже доз. Первая, вторая, бустеры, все подряд наширенные. Чего ожидать? У них уже там всякие тромбы, сердечные заболевания, всякое разное. Вот. Ну то есть как бы то, что мы до ручки дошли, это понятно. Утопическую идею отправить ЛГБТ-служить, я думаю, не получится. Вот. Что делать? Что делать? Вы выход видите какой-то или не видите? У меня вообще хирургия была. Женщина одна, ну, с 3-го года, скажем, была 34 года. Она, по-другому, ковида упала. То есть одна была остальных первых, которые получали первую тренировку, затем еще получила вторую, третью инвестер, там еще больше, вторую инвестер, и всем преподавали на то, что ждать, то, что там, сколько, 18 месяцев спустя она получила инфаркт и умерла. Ну, так, таких случаев. Каждый день можно в твиттер зайти и прочитать очередной какой-нибудь актер или там футболист, или еще кто-то, который недавно хвалился, всех ругал и кричал, что вы антиваксеры, да, а теперь они все на том свете уже благополучно, журналисты в том числе, да, то есть это все тоже понятно. Вот. А вы в каком штате живете? А, точно, вы меня извините, пожалуйста, я-то уже старушка, мне-то в память уже, мы же обсуждали, что у вас очень красивый штат, да. Так, спасибо. Я, знаете, после вас, когда у меня сорвался интернет, спутник ушел в туман, этот был мужчина, он, откуда же, с Вермонта, и мы с ним тоже разговаривали, он тоже считает, что, ну, ситуация патовая, просто патовая ситуация. Я говорю, ну, вот ваше, что делать вы будете? Он говорит, я, говорит, перееду к вам в Техас. У вас, говорит, в Техасе более-менее, там, вы, говорит, к вам перееду. Я говорю, да замечательно, но у нас заселили калифорнийцы, нас так сильно, что у нас еле-еле губернатора выбрали республиканца с отрывом в 3% от голубого. Ну, в следующий раз. 49%, а у этого было 52%. Вот, вот, по лизве бритвы вышли. Да, в следующий раз темно-какринговые выбрали. Ну, уже это очевидно, что, как бы, а почему? Потому что они города все, большие города Техаса, они их все заголубили, да? То есть, у нас остались красные только вот фермеры, там, ранчеры и так далее. Ну, сельская местность. А так, Остин, это столица уже голубизны. Хьюстон, там, оккупировали черные, латиносы оккупировали, ЛГБТ, там, все это дело. Да, у нас тоже давным-давно и мэр этот черный, и этот, как его, там, значит, у них мэр, еще какой-то, ну, администрация там либо либеральные, все за маски всех судили, гонялись масками своими, всех доставали. Хотя губернатор уже сказал, снимите маски, они судили губернатора, чтобы в Далласе держать маски. Вот такие. То есть, Даллас, Хьюстон и Остин, три самых больших города, вроде как штат республиканский, а города полностью, полностью, стопроцентно, вся администрация голубая. Ну, это прекрасно. Это ужасно, да. То есть, мы на счет пока селян держимся, вот. А так уже, ну, в Техасе, как бы, печально. То есть, мы уже тоже идем, как бы, в ту сторону. Потому что большое было переселение с Калифорнии, очень много переселилось, а они все тут голосуют таким же путем, как они голосовали в Калифорнии. Я с одной, с теткой, сцепилась на Фейсбуке. Я говорю, ну, а чего вы, это, пропагандируете голосовать за голубого этого губернатора, кандидата, когда вы в Техасе находитесь? Она говорит, я, говорит, с Калифорнии. Я говорю, ну, а нафига вы нам свои ценности тащите сюда? Она говорит, ну, я же не просила, чтобы меня сюда переезжало. Там у меня мужу по работе, то есть, в Техасе рабочие места создаются. В Техасе какие-то открываются производства. Да, мужа привели на работу, а я с ним, я же не просила. А раз так получилось, так я теперь буду тут разводить голубую повестку. Я просто офигела от такого, от такого ответа. Я даже не нашла, что сказать. Она говорит, я же не просила. Я говорю, вы же сюда переехали. Она говорит, ну, я же не просила. Это вы рабочие места создали? Создали. Вы, говорит, специалистов с Калифорнии наняли? Наняли. Даже не то, что... А, нет, знаете, что произошло? Тойота была в Калифорнии. И Тойота построила здесь себе headquarters в Далласе. И перевели всех, закрыли там полностью headquarters в Калифорнии, перевели их сюда в Даллас. Вот эта вся эта глубизна вся приехала сюда. А представляете, что такое Тойота? Там от пяти тысяч с плюсом людей было в Headquarter. Тесла. Взяли, открыли в Остине, значит, в Факторе. Перетащили всех инженеров и так далее в Остин. И так они голубые были, они еще сильнее поголубили. Если мы... Сказали, у вас нету здесь в Техасе опыта людей с автостроением, что правда. Техас считается, особенно Даллас, телекоммуникационный хаб. У нас Headquarter AT&T здесь. И был Headquarter на Киеве, был Headquarter, и, по-моему, есть Hewlett Packard, есть у нас Samsung, был Headquarter Samsung, Telecommunication. То есть здесь телекоммуникационный хаб, и людей с автоиндустрией у нас тут не было, они притащили своих оттуда. Что Тесла притащила, что Лена-Инта притащила. Вот. И вот выяснилось, что жены-то вот так вот разусуждают. Они говорят, мы там были голубые, мы там за либеральную повестку были, мы сюда приехали не по своей воле, мужей перевели, и мы с ними. Вот мы будем тут своих. А они, знаете, сидят дома. Или не сидят, но они какие-то активные. То есть вот мы, консерваторы, мы заняты детьми своими. То-то на работе, потом детей там в секцию повел, то-то надо приготовить покушать. То есть и нет времени. А эти вы что думали, когда была кампания, вот эта за губернатора, они ходили по домам, по дорогам, по дворам, по дверям, в двери стучали, листовки всякие раздавали. И они активно собирают группу таких с синими волосами, с зелеными, у которых не детей, child free, лесбиянки, феминистки, поскакали по дворам агитировать. Я не знаю, что они делали, но реально, мы чуть не провалились. Теперь они пытаются нашего Тед Круза сместить. Сказали, Тед Круз там, ну, нашли какие-то у него моменты, мне тоже не все нравится в Тед Крузе. Ну, хотя бы у него какие-то были постулаты, знаешь, такие консервативные. Они сейчас, вот у него, по-моему, перевыборы будут. Вот как не в сентябре. И вот уже компания ведет везде по всем соцсетям, что тут надо его сместить, заменить голубым сенатором. А в Остин не было правительства штата. Так они там вообще, там целая была война, когда вот это вот прививки и маски были. Там такая была война. Потому что эти либералы, их, видите, как там же по количеству населения выбирается. И потому что вот эти три города стали либеральными, Даллас, Хьюстон и Остин. От них очень много кандидатов пришло в правительство штата. в Техасский конгресс Техаса. И они начали там свою политику проводить. Поэтому вот они же хотели сместить нашего этого, отторния дженерал. У нас отторния дженерал Кен Пакстон, который судил всех, кого можно было судить, когда Трампа ну вот эти вот голоса были непонятно с каких кладбищ. Он же подавал там суд, но его не приняли ни один. Он в Верховный суд подавал, что были много нарушений в плане выборов 2020, да. И его придумали какую-то левую вообще историю. И его пытались сместить, сделали ему импичмент, пытались его импичнуть. И вообще полную какую-то придумали левую историю, что якобы тысячу долларов он каких-то фондов, вот как у Трампа сейчас было, что campaign funds, когда выборная была кампания, он якобы, ну Трамп, они сказали там это он заплатил Сторми Дэниелс там 100 тысяч долларов, у этого тысячу долларов. Якобы тысячу долларов он взял с фондов компании, и потом, когда, значит, начали разбирать, его отстранили от должности, убрали, выкинули его с офиса, и пока шли разбирательства вот эти все. Вот. Но во время разбирательств выяснилось, что это вообще сшито белыми нитками, это была история чисто придумана, и это придуманная историю они отправили в Белый дом, ФБР, и вот эта вся фигня замутилась. То есть это он единственный, который, ну реально, он с моей каунти, живет недалеко от меня, я его лично знаю. Он и его жена Энджела, они с нашей консервативной каунти, и они, я голосовала за жену и за него, я знаю лично их обоих. Я вообще у нее, у жены этого прокурора нашего, я у нее на панели сижу, то есть она меня выбрала в панель, когда они новые какие-то законы обсуждают или поправки, она вот группу ну так небольшую набирает, и, ну, типа на Zoom приглашают, на Zoom, и вот спрашивают мнение наше. Поэтому вот я как бы в этой вот панели, вот, а этот, и в общем, его чуть не вышвырнули, его чуть не вышвырнули, был огромный шум, потому что, ну тут они его там позорили, то есть заранее, знаете как, заранее, еще не зная фактов, уже сказали, что он там взяточник, что он украл там эти тысячи долларов, там т-т-т. Оказалось, это было вообще made up story, полностью выдуманная история, никогда этого вообще не было, никогда не происходило, и его оклеветали, просто выдуманная история. А? Только главное, тех людей, которые выдумали эту историю, и привели к ответственности, это уже, ну это проблема. Они в политике, они в политике, у них неприкосновенность, они значит сидят в Сенате штата. Ну вот единственное, что они пытаются сейчас сделать, чтобы либералов, ну в общем, либералов, они умудрились каким-то путем их поставить вот типа спикером. То есть, он якобы консерватор, там у нас один есть, спикер, сказал, что он, ну, с партии республиканцев, оказался, вот это демократическая такая шапка, которая подмахивает полностью демократам. Вот то же самое, что этот Майкл Джонсон. Я Майкл Джонсон, я такой консервативный, т-т-т-т, а потом раз, побежал по Украине, проголосовал. Метроумний, что-нибудь такой, Метроумний, тоже такой. Метроумний. Метроумний, а Метроумний, то вообще, такой уже райна, такой райна, но на нем в Климане где ставят, ну, натуральный демократ. Но они, видишь, как притворяются, что они, республиканцы, попадают во власть, а потом выяснилось, что они просто притворялись, и все. еще и бабки Сура сняли. Ну, а демократы, демократы, это очень часто так действуют. И крины так, очень часто. Ну, видите, я просто... Республиканцы я на это посмотрю, если у нас, если у нас в Техасе человека такой должности, человека, который реально... Кого? Что же он еще судил там сейчас Байдена? Вот это про аборты было, разборка про аборты, он подавал в Верховный суд, потому что... А про границу тоже, когда, значит, Байден открыл границу, не разрешал Насгвардии Техаса стать и закрывать. Он тоже с ними, значит, там судился через Верховный суд, и они, помните, как, то заграждение разрешили, а те, значит, запретили. Те разрешат, Байден запретит. Потом Байден им там приписал письмо, написал в течение там 48 часов, Насгвардию убрать, потому что должен поставить патруль, значит, этого, Homeland Security. Те отказались. Этот подает Пакстон, значит, Верховный суд. В общем, там вот эта война, ну, борьба шла натурально, то есть начали наше, ну, проектировство штата перестало подчиняться Байдену. И вот этого, такого человека, вот, пытались сместить. Он там, ну, настолько безукоризненный, ну, настолько безукоризненный, понимаете, ну, вообще нету никакого. Так вот, они выдумали тысячу долларов, которая никогда не существовала, пытались вот на этом основании его отстранить от должности. Вот какие они, методы они применяют. Это просто страшно. Я вот на это смотрю, знаете, когда вот люди живут, они не касаются политики. Наверное, им и живется хорошо. Вот я сейчас разговаривала до вас с одним таким тут русофобом, с Канады есть один, Морш его зовут, но в этой рулетке все время сидит такой с усами, с одним глазом таким, предэто... Да, от этого случалось. Попадался, да? Ой, я его сейчас матом трехэтажным обложила, она по всем швам. Он говорит, все прекрасно вообще, в Канаде все прекрасно, а в Америке все прекрасно. Вообще все прекрасно. Я говорю, нет, у нас проблем полно. Если проблем полно, то что ты до сих пор живешь в Америке или почему там твоя семья до сих пор в Америке, и все так прекрасно. Странный такой... То есть, если вам не нравится то, что в Америке происходит, вы должны собраться и, значит, там свалить. У меня, например, муж американец, я же не могу просто... у него тут больной брат один. В этом... брат потерял здоровье во Вьетнаме во время войны. Вот так вот отправили. Вообще студентом был. Совершенно не хотел ни на какую войну идти. Был студентом, собирался жениться. Его вот так вот за шкирку, драфтин, и отправили. Вьетнамская война на него повлияла. Психологическое расстроение, получается. Да, психологическое у него расстройство. Вот. И вот сейчас мы за ним, мы о нем заботимся, потому что он старший брат, и уже он себя плохо чувствует. И тут, как вы понимаете, особо ветеранам не раздают бенефиты. То есть, тут надо приходится бороться за каждый счет, за каждую услугу. Это всегда так было. Сначала мужчины мобилизируют, а потом, когда они возвращаются обратно, потом их как-то в сторонку сметают, прикрываются с его расходным материалом. Да. И я это вижу, понимаете, я наблюдаю это все реально, потому что у меня именно вот американская, со стороны мужа, американская семья. То есть, я не наблюдаю это со стороны, там, недавно приехал, и там, какие-то сказки вот таких моржей. Сейчас он мне на голубом глазу говорит, в Канаде сижу, наслаждаюсь прекрасной жизнью в Канаде. И у тебя в Америке все прекрасно, ты сидишь, я говорю, вы что, с ума сошли что ли? Я говорю, что тут, ну, вообще просто страна рушится на глазах, я это вижу, он мне говорит, ты все врешь, а такого нет. У вас все прекрасно, самая лучшая в мире страна. С миллиардом долларов отмываются через вельно-промышленные проблемы, политиков, которые неудобные политики осоздают какие-то предъявленные там дела, конечно, все в порядке. Ну, в Канаде у них же в Канаде не лучше. Я же смотрю, американские блогеры, у меня канадские есть блогеры, ну, англоязычные, они рассказывают, там у них уже что творится, этот, белых они прижали тоже там очень конкретно, вот эта вся ЛГБТ-шная пропаганда, она уже просто в горло им засунули. Помните, пытались там тракеры бастовать, пытались у них вот эти тракеры, которые, им же тогда и счета закрывали. Freedom Convoy, который был. Я же следила за этим, да, я была в группе у них на Фейсбуке, они там группу сносят, эти другую открывают, свобода слова, через 5 минут группу сносят, те другую открывают, сносят, им там GoFund закрыли, они там сколько, миллионы набрали денег, да, им позакрывали этот GoFundMe. И где это демократия, о чем мы говорим? Вы смотрите вот этот YouTube, да, поставишь ролик вот такой, как вот мы с вами разговариваем, сейчас же его заблочат, что вы там про прививки поговорили или про что-то еще. И где свобода слова? Свобода слова, да. Свобода слова. Мы, говорит, сидим в самой свободной в мире стране. Я не знаю, как с такими людьми разговаривать, у нас с ним скатывается на мат, потому что я по-другому с ним не могу разговаривать. Я начинаю просто переходить на мат. Я говорю, вообще, ты дебил, или ты вообще нормальный, или ты, ты что это вообще такое? Или ты, говорит, живешь там под камнем, под каким-то, или что он мне, он меня вообще просто выводит. Я смотрю, его еще ролики периодически в YouTube попадаются с таким ржом, с другими блогерами. Я вообще, ну как бы, я снимала, общалась, я с ним уже раз общалась. И вот сегодня он мне попался, я его обматерила. Но я вижу, что он говорит другим блогерам, он такую чушь несет. Понимаете, это вот как сидят вот эти вот американские есть блогеры некоторые, вот этот канадский, и рассказывают, типа, все остальные лохи в мире, а они сидят такие, знаете, вальяжные. А у нас-то тут все шикарно, Канада-то, о, а Америка, о, 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 в чем, о, о, бездомных, 700 тысяч бездомных только по официальным данным в Америке. Палаточные наркомании. Наркомания, сколько там помирает, да? Вон этот Такер же постоянно рассказывает о том, что происходит замена, да, он говорит, реплейсмент, то есть заменяют, они притаскивают туда. Палаточные города служат, расширяются, растительные люди. А вон в Нью-Йорке, говорят, заселили, цены на отели повысились в три раза в Нью-Йорке, потому что они все отели поотдавали этим нелегалам? И теперь осталось там всего несколько отелей, которые действительно операцию, оперируют, да, ну, как отели. Остальные просто как эти шелтеры для бездомных. И цены взлетели, потому что сейчас лето началось, люди поехали там куда-то экскурсии смотреть. Говорят, цены, говорят, просто в три раза выросли. А в остальных живут вот эти все нелегалам. Техас же тоже туда отправляет их. То есть кого вылавливают, они их на автобусы отправляют в Нью-Йорк. Ну, в общем, ситуация такая, знаете, как бы не очень хорошая. Вообще все это буквально подталкивает глубинное государство, толкает всех к Третьей мировой войне. судебное дело в судебное дело против этого слова. Вот это барр «Сосмещен», который дает плейер притензии адвокатам, адвокатам, опубликовало официальное письмо, в котором говорится, что все адвокаты, которые смеют публично критиковать судебное дело против тренда, они им дали притаку больше не критиковать это судебное дело, поскольку эта критика производит в обществе такой результат, что общество теряет эту делу в сотрудную систему судебных штатов. И если они прекратят критиковать эти судебные дела против тренда, тогда начнут рассматриваться дела по отниманию лицензии этих адвокатов в штатах, чтобы они не могли нервы лицензии критиковать в своей специальности быть адвокатом. Какой ужас. это не александр продавец что алекса джонса заставили сейчас продавать свое имущество, они еще пытались заставить его эту студию опечатать студию, федералы должны были прийти, сказали в течение 48 часов мы прием опечатаем студию вашу, потому что ему присудили полтора миллиарда долларов за вот это дело по поводу Сэнди Хук школы, представляете а он он сейчас умудрился там в Техасе вроде бы отвод какой-то сделать либо ну по крайней мере студию а так сказать личное имущество должен продать все свое личное имущество и он вроде бы студию умудрился отстоять именно за счет того что это первая поправка у меня типа средства массовой информации хотя бы студию нет потому что они должны были они ему прислали уже письмо федералы что в течение 48 часов мы придем заберем у вас студию вашу но только потому что он в Техасе вот он умудрился вроде бы студию отстоять но его теперь заставляют продать все его личное имущество ну конечно у него все равно никаких там полтора миллионов не будет никогда полтора миллиарда извините ну пусть там дом у него там в остине стоит там 2 миллиона долларов пусть 3 миллиона долларов ну пусть там какие-то сейвинги у него тут он же постоянно что-то платит блин опять опять спутник ушел ребята опять у меня ушел спутник хороший собеседник вот такой вот наш человек приятно с ним общаться но спутник опять убежал поэтому надеюсь что мы еще с ним увидимся и будет еще продолжение так что ребята ждем следующего раза